Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленное, благословенно имя Господа. Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, любовь мы, сегодня мы продолжим тему мессианских пророчеств. Буквально секунду назад мы с тобой говорили о том, а что если бы не было мессианских пророчеств в еврейской Библии? Как бы это повлияло на нашу веру сегодня? Как ты думаешь? Тогда у того, во что мы верим, не было основания. Не было бы корней. Корни должны уходить к Богу, к Творцу. Вера не может начаться вдруг из ниоткуда. Это как основание или ноги всего, во что мы верим. На этом мы стоим. Это как ноги того, во что мы верим. Если бы имели только Новый Завет, то это то же самое, что отрезать ноги. Твои слова зацепили меня, потому что Новый Завет как раз начинается с того, что ты называла таким важным. В первой книге Нового Завета в Евангелии от Матфея в самом начале сказано «это родословное Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама». То есть с самого начала Матфей ведет нас к Торе, чтобы показать именно то, о чем ты сейчас говорила. У нашей веры должны быть корни, и слава Богу, за мессианские пророчества. Они обезопасили нашу веру в Иешуа. «Шалом, возлюбленные» — это последний, четвертый выпуск серии программ «Мессианские пророчества» первый сезон. У этой серии будет много сезонов, но между сезонами будут небольшие перерывы. Как я уже сказал, это последний, четвертый выпуск первого сезона. На прошлой неделе я говорил о том, как Иешуа показал полное пророческое значение связывания Исаака. На иврите мы называем это «ха-кеда» — «узы» или «связывание Исаака». Это очень важная история об искуплении. Иудеи верят, что благодаря этому важнейшему историческому событию благодать Божия открылась миру. На прошлой неделе я говорил о том, что Авраам — это тень или прообраз Бога Отца. Авраам не пожалел своего единственного сына, так же, как и Бог Отец не пожалел своего собственного сына. Мы знаем, что у Авраама были другие дети, но Исаак был его единственным сыном от его жены. Именно его он ждал всю свою жизнь. И именно его он родил тогда, когда сделать это естественно было уже невозможно. То есть все его мечты и надежды были связаны с его сыном Исааком или Ицхаком. Но из послушания Духу Божьему он отдал своего сына Богу, как и Бог Отец отдал своего сына за нас. Еще я говорил в прошлый раз, хотя часто Авраам считается героем, это история из-за жертвенности, о которой мы только что говорили. В учениях раввинов Исаак тоже является героем. Раввины не считают, что Исаак был маленьким мальчиком, когда Отец связал его. Часто на картинках мы видим на жертвеннике малолетнего Исаака. Ему примерно 8 лет. Если посмотреть, ему 8 от силы 10 лет. Но раввины считают, что Исааку на тот момент было 37 лет. А это означает, что он добровольно пошел за отцом и повиновался ему до самого конца. Как видите, он тоже настоящий герой в этой истории. А еще он прообраз Иешуа, который послушно отдал Богу Отцу свою жизнь. Помните Иисуса в Гефсиманском саду? Библия говорит, что он так напряженно молился, что из спор на его теле выходила кровь. Нам сложно это представить, но это говорит о сильной агонии. Он знал, что грех всего мира вот-вот ляжет на его тело. Когда он будет на кресте. Можете представить, каким было осознание всего этого и как это сказалось на его теле. Библия говорит, что напряжение было таким сильным, что он потел кровью. И в этом состоянии он сказал, «Отец, если это возможно, пусть эта чаша минует меня, но пусть будет не моя воля, а твоя». Исаак был прообразом Иисуса, но его сложно сравнить с Иисусом в полном смысле этого слова. Но Исаак добровольно пошел на тот жертвенник, понимая, что там его ждет смерть. Ну а еще я хотел бы обратить ваше внимание на принцип воскресения в этой истории, на предсказание и предвидение того факта, «Что в будущем будет воскресение из мертвых». Авраам был решительно настроен принести Исаака в жертву. И все мы знаем эту драматическую историю. Исаак сказал своему отцу, «Отец, а где ягненок для жертвоприношения?» Мы прочитаем с вами этот отрывок из Библии. Он сказал, «А вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сыной». Как видите, Авраам намерился принести Исаака в жертву, но в то же самое время он был полностью уверен, что все будет хорошо. На самом деле, Авраам верил, что Бог воскресит Его Сына из мертвых. В связывании Исаака мы видим тень принципа воскресения Иисуса из мертвых. Послушайте, что сказано в книге «Брешит» или «Бтиен». Это слова Авраама, обращенные к его слугам, которых он оставил у подножия горы перед тем, как подняться на гору с Исааком. «Останьтесь, вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Видите динамику этой эпической драмы? Авраам верил, что нужно принести Исаака в жертву, но еще он верил, что Бог воскресит его из мертвых. Авраам уже был готов убить Исаака, который смирно лежал на жертвеннике, но в последний момент Бог остановил его и дал Агнца, который запутался в кустах. Авраам сказал своим слугам, «Мы с сыном вернемся к вам». Не потому, что я думал, что Бог даст им Агнца, который запутался в кустах, а потому, что я верил, что Бог воскресит Исаака из мертвых. Откуда я это знаю? Он собирался убить Исаака, но при этом сказал своим слугам, «Мы скоро к вам вернемся». Чтобы доказать это, давайте откроем также послание к евреям. Посмотрим с вами 11 главу с 17 по 19 стих. Тут сказано следующее. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обещание, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семен». Автор этого послания говорит о том, что Иешуа был единородным сыном Божиим, и в нем сошлись все Божьи планы. И в жизни Авраама и Исаака прослеживается та же тема. Исаак был единственным сыном Авраама от его жены Сары, «И в Исааке было все будущее Израиля». Этому в 18 стихе сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Но послушайте следующий стих. Мы говорим о том, что в Акеде или истории о связывании Исаака мы видим пророческое предсказание того, что воскресение было частью Божьего плана искупления. 19 стих говорит нам, «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Здесь говорится о том, что несмотря на то, что Исаак не умер телесно, он будто бы умер, потому что они оба были готовы идти до самого конца. И Авраам получил Исаака живым, «Как и Бог отец воскресил Иешуа из мертвых». И в 20 стихе мы читаем, что Исаак был предзнаменованием или прообразом воскресения Иешуа Хамашиаха, нашего Господа. Как видите, весь Танах это мессианское пророчество. Мы видим мессианские пророчества в Торе, в Псалмах и в других книгах Ветхого Завета. Иногда они вполне понятны и конкретны, а иногда их нужно заметить в драматичной истории Израиля. Одному из членов нашей команды приснился сон, в котором Равин Кёрт проповедовал проституткам. И во сне наша команда была как акушеры, которые должны были участвовать при рождении этих проституток. На следующий день он рассказал об этом сне кому-то еще из нашей команды, а уже на следующий день нам позвонили и пригласили послужить проституткам и наркоманам. Это было для нас подтверждением. Нас пригласили в отель, в котором часто бывали проститутки, и пообщаться с ними в конференц-зале. Равин Кёрт проповедовал Евангелие, и в итоге две проститутки отдали свои сердца Господу. Они приняли решение отойти от этого ремесла, сделать шаг веры и доверить Богу покрытие своих финансовых нужд. Тем же вечером они пришли на собрание. После они подошли к нам и снова поделились радостью от того, что их жизнь началась по-новому. Мы ободряли и вдохновляли их продолжать так и дальше. они знают, что мы молимся за них и что Бог освободит их от проституции, от страха, который навязал им сатана. Вот какая слава была явлена в этих разбитых сердцах. А сейчас я хотел бы познакомить вас с самым колоритным персонажем Танаком. Мы поговорим о жизни Йосефа или Иосифа. Многие из вас знают историю Иосифа. Он был любимчиком отца. Отец сделал для него цветные одежды и братья начали завидовать ему. В своей зависти они хотели убить его, но вместо этого бросили его в яму. Позже они передумали и решили продать его. Так они продали его в рабство измаильтянам, а впоследствии Иосиф оказался в Египте. Но благодать Хошема или Бога Отца была так велика в его жизни, что он постоянно поднимался вверх и в конце концов стал вторым по важности человеком в Египте. Там Бог использовал его, чтобы спасти египтян от голодной смерти во время всеобщего голода. Считается, что жизнь Иосифа это прообраз жизни Мессии и Иисуса, а следовательно, это мессианское пророчество. Иосиф был отвергнут своими братьями, но так он стал спасителем для египтян, а позже и для своих братьев. Скажу это еще раз. Иосиф был отвергнут своими братьями. В результате он оказался в Египте и стал спасителем для египтян, который спас их от смерти во время голода. Отвергнутый братьями стал спасителем для Египта, а Иешуа был отвергнут своими братьями или своим народом, но стал Богом и спасителем всех народов. В продолжении истории Иешуа стал не только спасителем для всех народов, но все же спас и свой народ. Писание говорит, что в конце времен спасется весь Израиль, как это было в истории с Иосифом, который был отвергнут собственными братьями и оказался в Египте. Он спас египтян, а в конце истории братья Иосифа пришли в Египет, и он спас их тоже. А еще он предоставил им место для проживания в земле Гошен в Египте. Это настоящий пророческий прообраз царя Иисуса, а значит это мессианское пророчество. Давайте мы еще немного поговорим об Иосифе. Поскольку Иосиф оказался в Египте, он стал все больше походить на египтянина внешне. Он стал носить египетские одежды и краситься как египтянин. Со временем Иосиф больше не выглядел как еврей. Он выглядел как египтянин. Когда братья Иосифа пришли в Египет, они его просто не узнали. Их привели к нему в комнату, но они не узнали в нем своего брата, потому что он больше не выглядел как еврей. На нем была египетская одежда и египетские украшения. Также и сегодня Иешуа представлен миру не как еврей, не как иудей, а как язычник, и это мешает некоторым евреям увидеть в нем Мессию Израиля. В одной из прошлых программ я рассказывал вам о картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». На этой картине Иисус совсем не похож на еврея. Он больше похож на скандинава. У него вообще нет бороды, у него светлая кожа и рыжие волосы, а еще он в какой-то блузе. Поскольку Иисус изображен как язычник, многим евреям это мешает увидеться в нем царя иудеев. Позже Иосиф смыл макияж и показал братьям свое истинное лицо. Так же и Иешуа откроется народу, с которым он заключил свой первый завет, и они увидят, кто он на самом деле. Библия говорит, что будет плач и рыдание, когда они осознают, что тот, кто был распят две тысячи лет назад, кто был отвергнут израилитянами, всегда был их мессией. Если вернуться к истории Иосифа, то любопытно, что оказался Иосиф в Египте из-за того, что его собственные братья отвергли его. Точно так же Евангелие самого Иисуса распространилось по всему миру, потому что его собственный народ отверг его. Библия говорит, что он пришел к своим, но свои его не приняли. Помните историю Павла? После встречи с Иисусом Павел был в храме, и он был уверен, что Бог будет использовать его, чтобы приводить его родной народ к вере в Иисуса. Но пока Павел был в храме, Бог сказал ему, Павел, они не примут твое свидетельство, поэтому я посылаю тебя к язычникам. Опять же мы видим, что Иосиф оказался в Египте из-за непринятия собственными братьями. Также Евангелие пошло по всему миру к язычникам, потому что народ Иисуса отверг его. Дорогие друзья, я мог бы показать вам, что жизни многих патриархов Библии были в каком-то смысле мессианскими пророчествами. Именно поэтому Иешуа провел своих учеников через всю Тору, показывая им себя в еврейской Библии. Мы пойдем дальше и увидим пророчества о жизни Иешуа в Торе, псалмах и пророках. В Евангелии от Иоанна Иешуа ссылается на книгу числа. Это было в тот момент, когда Моисей поднял медного змея на шесте и сказал израилетянам, которые умирали от укусов змей в наказание за свои грехи. Если посмотрите на змея, которого я держу, то будете спасены. Иешуа сослался на этот случай и сказал, как Моисей поднял змея в пустыне, так и сын человеческий будет поднят, чтобы всякий, кто посмотрит на него, был спасен. Давайте мы откроем Тору и почитаем числа, 21 главу. Начнем читать с 6 стиха. Мы уже говорили о том, что израилетяне роптали на Бога и говорили, что в Египте им было бы лучше. И тогда Господь сделал следующее. Это 6 стих. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. Если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. А Ишуа в Евангелии от Иоанна сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это третья глава. Тут просто невероятная символика. Змей на шесте, исцеляющий израилитян от укусов змей. Сегодня это символ медицины? Это изображение символизирует всю медицину. Многие люди даже не догадываются, как он появился, а взят он из тора. Его используют современные медицины. Его использовал Иисус, и он сказал, «Я целитель, как израилитяне получили свободу от болезненных и смертельных укусов, от проклятия, которое пришло на них за их грехи, через змея на шесте, так же и я буду поднят». А как он был поднят? Он был поднят над землей во время своей казни. Он висел на кресте над землей, Иисус сказал, «Так же и я буду поднят, и всякий, кто посмотрит на меня, будет спасен». Надеюсь, что благодаря всем этим теням и прообразам в еврейской Библии и тому, как мессианские пророчества исполнились в образе, характере и делах Иешуа Хамашиаха, вы поверили и приняли спасение. Многие из вас уже спасены через веру в Иешуа, но наше спасение происходит не только один раз, но и совершается всю нашу жизнь. Мы идем от благодати к благодати, от веры в веру и от славы в славу. Мы изменяемся и спасаемся, и поэтому сейчас я молюсь нашему Небесному Отцу о том, чтобы Он говорил в сердца людей через меня, «Отец, вкладывай в них веру, укрепляй их во имя Иешуа своим духом и своим словом», я вам гарантирую. Друзья мои, если Слово Божие будет заложено в вас, благодаря этой серии программ, вы будете омыты и освящены, а также ваша вера по-новому отделит вас для Бога. Если Слово Божие будет вложено в вашу душу, вы будете ходить в большей победе, большей смелости и станете более отважным свидетелем Иисуса, чем раньше. Иисус любит вас, а вы были избраны из всего мира, чтобы принадлежать Ему, поэтому никогда не стыдитесь Его, продолжайте нести Его имя, потому что мы спасаемся словом нашего свидетельства и кровью Агнца. С вами был Равин Кюарт Шнайдер. Я люблю вас. Баруха Шем, пусть Бог благословит вас. Шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры Ха Вей Асэм Лэ Ха Шалом. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Это был последний выпуск серии программ «Мессианское пророчество». Первый сезон. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести копию, зайдите на наш сайт или позвоните нам. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, в Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Шалом, возлюбленные, я прочту из Евангелия от Марка 12, главы 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Интересно, что сам Бог, пришедший во плоти, наблюдал за тем, как люди отвечали на призыв любви и приносили жертвы и приношения. И сейчас Он также наблюдает за нами. Ему важно увидеть, насколько жертвенные мы с вами сегодня. Мы должны, как подобает, почитать Господа тем имуществом, какое Он нам доверил. Если для того, чтобы вас наставлять и питать, Бог использует служение, узнавая еврейского Иисуса, то будет по-библейски правильно почтить Бога своими финансами, пожертвовав в наше служение. Я прошу вас сделать это, если Дух Святой побуждает вас к этому, если Он стучит в двери вашего сердца, чтобы вы почтили Его через наше служение. Просто будьте послушны Ему. Бог всегда вознаграждает послушных. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной карты позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы ушлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 45-3-7-ки. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня. для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров